Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертау продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В программу вошли 12 дворов. Накануне ход работ проинспектировал глава администрации Кумертау Борис Беляев. Какие изменения происходят на придомовых территориях, знают мои коллеги. Вместе создали комфортную среду. Свои идеи жители домов по улице 60 лет БСР 14-15 и окружная 15-16 могли воплотить в реальность. Все эти дома имеют один большой двор. Он нуждался в благоустройстве. Теперь здесь появилась красивая площадка и дети смело пробуют на прочность игровые конструкции. Впрочем, так же, как и еще не успевшие остыть покрытие игрового поля. С результатами работ строителей ознакомился глава администрации городского округа Борис Беляев. Он обратил внимание на объем выполненных работ и качество. Есть претензии какие-нибудь? Бесплатно вам сделаем? Ничего, какие претензии. Жители этого района и дети, и взрослые довольны изменениями. Было горка мало. Сейчас много горок. Ярко все, красиво. У нас и раньше было хорошо. Я не буду говорить, что у нас было плохо. Но сейчас, конечно, довольны. Все ярко, все красиво. Много стало вот этих снарядов всяких. Ребятишкам есть где играть. Визжат, пищат. Хорошо, весело. Еще и скамейки поставили. Скамейки красивые, да. Двор заасфальтировали. Ровненький, хороший, чистенький стал. Нравится. В соседнем дворе по окружной 14 обустроили проезжую часть и парковку, отремонтировали тротуары, заменили бордюрные камни, установили новые скамейки. Примерно в таком же объеме работы планируется сделать во дворе домов номер 6 и 8 улицы Пушкина. Здесь строительство идет полным ходом. Дорога асфальтируется, готовится место для стоянки автомобилей. Прокладывается тротуарная дорожка. Также будет построена детская площадка. На данном дворе по адресу Пушкина, 6, 8, будут установлены малые архитектурные формы. Также будут установлены лавочки у каждого подъезда в количестве двух штук. И будут установлены урны, насколько я помню, да. Будут детские качалки, балансир, качалки на пружине. И будут паровозики, беседочки. Детская игровая броня. Будет тройной каскад для отжиманий, для детишек. Глава администрации обратил внимание на то, чтобы при строительстве соблюдались нормы по доступной среде. Жители домов и гости довольны начатой перестройкой. Даже очень хорошее дело. И ремонт, и реконструкция заезда нет, как не было для инвалидов ограниченных. На коляске я не могла дать. А сейчас предполагается, что буду вплотную к двери подъезжать. Могу позвонить своей маме, 91 год ей. Она здесь проживает. Я очень часто к ней езжу. Навещать приходится. Так как я сама подняться не могу. А вот вызвать ее, она еще потихонечку выходит к двери. Доехать очень приятно, что вот такая реконструкция делается. И удобненько, и красиво. Очень хорошо. Следующим пунктом в маршруте главы администрации стал двор по улице Пушкина, 11. Затем Ленина, 28. На данном участке работы на начальной стадии. Но подрядчик обещает все выполнить в сроке. Масштабная работа ведется во дворе на «Энергетиков-27». Это еще один из больших дворов, расположенных в микрорайоне «Восточный». В скором времени на данной территории появится детский игровой комплекс с малыми архитектурными формами и песочницами. Спортивная зона с тренажерами. Сейчас готовится поле для баскетбольной площадки. Сначала уложен асфальт, который покрывается современной мягкой основой. Благоустраивается и придомовая территория по улице Машиностроителей-4. В ходе планирования учтены все стороны – безопасность, удобство и комфорт. Теперь детям будет где поиграть, безопасно передвигаться по тротуарам, автолюбителям есть где ставить машины. Причем все виды работ жители окрестных домов выбирали сами. Одним словом, планировали то, в чем особенно нуждались остро. Всего в рамках программы формирования комфортной городской среды будет благоустроено 12 дворов. Если в одних работы идут к завершению, в некоторых все только начинается. Борис Беляев напомнил подрядным организациям о соблюдении сроков строительства. Пообщался с жителями, ответил на обращение граждан. В целом, Борис Владимирович дал положительную оценку проводимой работе. Сегодня мы проехали все дворовые территории, где проводятся ремонты. Мы посмотрели, кто-то отстает от сроков, кто-то уже на опережение работает. Приятно было видеть, что работы ведутся. Мы пообщались с населением, поговорили с жильцами. Вроде бы всех устраивают объемы и качество работ. Поэтому сегодня все идет практически в сроки. Мы надеемся на то, что пока погода хорошая, все дворовые территории придем в порядок в соответствии с нашими договоренностями контрактными. В рамках проекта на 2017 год выделено почти 23 миллиона рублей, из которых 19 миллионов субсидий из федерального бюджета, около 4 миллионов рублей – республиканские средства. В ближайшие годы будет продолжена работа по благоустройству дворовых территорий. Кроме этого, планируется строительство современных спортивных площадок. 4 сентября в одном из корпусов ОГУ состоялось заседание Совета опорного центра по поддержке молодежного предпринимательства. На совещании присутствовали руководители образовательных учреждений, представители городской администрации, бизнесмены, студенты и школьники. Подробности в нашем сюжете. В этом году на базе Кумиртовского филиала ОГУ был открыт опорный центр по развитию молодежного предпринимательства. Открытие центра позволило университету перейти на новый уровень деятельности по популяризации предпринимательства среди молодежи. Новая структура занимается формированием предпринимательской среды и поддержкой талантливого молодежи города, в том числе путем разнообразных конкурсов, грантов для среднего и малого бизнеса. В этот день студенты для гостей презентовали свои бизнес-проекты. Сегодня мы представили на нашей импровизированной выставке наш первый проект. Проект электроцентрали с альтернативным источником питания. Это с солнечной панелью. Мы считаем, что это будущее в энергетике, когда на смену нашим традиционным источникам энергии, это как нефть, газ, приходят новые нетрадиционные источники питания, в частности солнечная энергия. Это наша первая ласточка, наш первый проект. У нас есть много задумок, которые, я думаю, мы вместе со студентами претворим в дальнейшую жизнь и представим на наших следующих проектов. Работа опорного центра в Кумиртовском филиале ОГУ направлена на реализацию мероприятий федеральной программы «Ты предприниматель», консультационно-образовательной программы «Бизнес-старт» и акселератора бизнес-проектов, в рамках которых проводились обучающие занятия, семинары и тренинги, просвещенные проблемам разработки бизнес-идей, а также повышение уверенности в занятиях предпринимательской деятельностью и привлечению клиентов. Идея очень много. И в этот опорный центр входят не только студенты Кумиртовского филиала Оренбургского государственного университета, но и также и школьники, и студенты других учебных учреждений. Поэтому проектов много. Вообще, поначалу создается база заказчиков, кому нужны конкретные проекты. Ну, например, Межводоканал и так далее, да, или администрация нашего города. Они дают нам заказ, и мы уже конкретно делаем бизнес-проект под данный заказ. Заседание опорного центра продолжилось открытой дискуссией молодежной инициативы в сфере предпринимательства. Ребята имели возможность выслушать точки зрения представителей различных сфер, интересы которых пересекаются на рынке труда и образования, а также могли задать интересующие их вопросы. Мы должны обладать лидерскими, предпринимательскими качествами. Сегодня не все может сделать государство, и это не всегда нужно. Конечно, часть своих функций перекладывает она на бизнес. И вот бизнес, развиваясь, должен понимать, какие ниши будут актуальны, как правильно вести, грамотно вести этот бизнес. И вы, получая диплом, конечно же, можете выбрать, либо начать свое дело, либо пойти куда-то устраиваться на работу. А также на заседании был освещен проект плана работы опорного центра по развитию и поддержке молодежного предпринимательства на 2017-2018 учебный год. Более 900 учащихся были эвакуированы из школы номер 3. Причиной тому тактические учения пожарных. Насколько школа и огнеборцы готовы к подобной внештатной ситуации, узнавали мои коллеги. По сигналу тревоги коллектив школы номер 3 приступает к действиям при экстренных случаях. Задача преподавателей – оперативная эвакуация детей в безопасное место, а это более 900 учащихся. Именно такие учреждения с многочисленным количеством детей для пожарных являются объектами повышенной сложности. Оперативность действий огнеборцев в том числе зависит от четких действий администрации школы. Их задача – четко указать адрес, организовать встречу пожарных подразделений и объяснить сложившуюся обстановку, по легенде, возгорание в мастерской. Даже во время учения огнеборцы полностью погружаются в работу, оцениваются сложившиеся ситуации, устанавливается площадь возгорания, принимаются оперативные решения по каждому действию. По задумке отрабатываются все возможные варианты по условному происшествию, в том числе эвакуацию сотрудника школы, оставшегося в здании. Бригадой скорой пострадавшему оказывается первая помощь. Цель данных пожарно-тактических учений – непосредственно отработать взаимодействие как пожарных подразделений с администрацией школы, так и непосредственно отработка взаимодействия с городскими аварийными службами жизнеобеспечения. В целом, по сценарию данных пожарно-тактических учений, пожар возник в помещении мастерской на площади 48 метров квадратных. Ранг пожара был присвоен второй. Силы и средства пожарной охраны прибыли своевременно. Были поданы огнетушащие вещества, использована аварийно-спасательная техника. На кратчайшие сроки условный пожар был ликвидирован. Учащиеся в ходе учения не испугались, потому как мероприятия по учебной тревоге проводятся в школе часто. Ну, по-настоящему, ну, нет, наверное. Мы уже взрослые, не будем бояться. Мы не испугались, потому что учения уже проводились так. Мы не испугались, потому что в школе у нас было каждый день почти. Не каждый день, конечно, но в каждый сезон такие тренировки проводятся. В школе уделяется большое внимание безопасности, отмечает директор. Мы регулярно проводим тренировки. Проводим их, как правило, осенью, зимой и весной. Кроме того, регулярно проводятся инструктажи с практической частью. Проводятся вот эти тренировки. Школа оснащена у нас в достаточной мере средствами пожаротушения. У нас имеется сигнализация, у нас имеется вывод сигнала в пожарную часть, у нас имеется тревожная кнопка. То есть я хочу сказать, что мы достаточно серьезное внимание уделяем вопросам безопасности. После мероприятия по утушению условного пожара, разбор полетов. По оценке начальника отдела надзорной деятельности Николая Иванова, все действия выполнены на хорошо. Таким образом, в ходе учения была проверена как система оповещения объекта, так и слаженность действий противопожарной службы и коллектива школы. Любые правила безопасности написаны человеческой кровью. И чтобы ее не пролилось еще больше, их нужно соблюдать неукоснительно. Возможно, какие-то из них кажутся наивными или необязательными. На самом деле это не так. И соблюдение любых инструкций – это гарантия сохранения вашей жизни и здоровья. Это относится в том числе и к пиротехнике. Напомнит об элементарных правилах обращения с разного рода фейерверками Константин Меркушев. Просматривая видеоролики в интернете, можно увидеть множество примеров неправильного обращения с пиротехникой. Вот, например, девушка, игнорируя все требования безопасности, решила зажечь петарду прямо в квартире. Каждый человек может стать жертвой подобного развлечения. Инструкцию не читает, опасность недооценивает. В лучшем случае отделывается испугом. Чтобы пиротехника принесла только положительные эмоции, эксперты советуют покупать ее только в специализированных магазинах. Есть гарантия, что продукция сертифицирована. Продавцы могут не только показать документы, но и проконсультировать, как правильно ей пользоваться. Здравствуйте, не подскажете? Ежегодно у нас в Российской Федерации происходят пожары из-за неправильного использования пиротехнических изделий, что приводит к травмированию людей, а также к серьезным пожарам. Поэтому каждый покупатель должен иметь в виду, что на каждой пиротехнической изделии имеется свой сертификат с печателями, а также инструкцию по применению, которая указывается на коробках данного пиротехнического изделия. Например, салют «Время чудес». Во-первых, нужно прочитать внимательную инструкцию. Во-вторых, поставить на ровное место. Далее фитиль зажигать с вытянутой руки. Не наклоняться над батареей, соблюдать безопасную зону. И самое главное, не направлять на людей. На открытых рынках такой продукции торговать запрещено. Она не терпит влажности. К тому же на товаре должна быть подробная инструкция на русском языке с обозначенным классом опасности. Всего их три. Как правило, у фейерверков или салютов он самый высокий. Их ни в коем случае нельзя запускать вблизи домов или деревьев. Необходимо отойти минимум на 30 метров от них. Ведь для пожара достаточно одной искры. Экономить на праздники и покупать просроченный или поврежденный товар со скидкой ни в коем случае тоже нельзя. При покупке пиротехнического изделия необходимо обращать внимание на целостность упаковки. То есть, чтобы она была без видимых повреждений, без вмятий и трещин. И все же, какой безопасной пиротехникой не казалось бы, нужно обязательно соблюдать все меры предосторожности. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!